Девушки отдыхают Девушки отдыхают Гораздо страшнее то, что некогда грозный рупор пропаганды, прозванный Черчиллем «поющим оружием», теперь, подобно кабацкой шарманке, может за небольшие деньги заказать любой желающий. От главы псевдокоммунистической партии на утренник 7 ноября в колонной зал Дома Союзов до одного известного олигарха для исполнения гимна России на собственном стадионе. Но, пожалуй, самым вопиющим для меня случаем было выступление на ужине меценатов фонда Керен Хайесот в середине сентября 2019 в Москве. Этот фонд собирает деньги по всему миру на содержание государства Израиль. Кому интересно, гуглите. И нет, не подумайте, я не антисемит и не какой-нибудь отмороженный отрицатель Холокоста. Просто на тот момент не прошло еще и года, как при непосредственном участии ВВС Израиля в Сирии был сбит российский Ил-20. Тогда погибло 15 наших коллег по Министерству обороны наших сограждан. И, как мне кажется, совершенно неуместным было среди ночи в неформальной обстановке в особняке у стен Кремля распевать хаванагилу перед группой веселящихся еврейских миллиардеров. Фактически пущенный на рельсы самоокупаемости ансамбль не слишком разбирается, перед кем выступать. Тут уж не до культурной политики, лишь бы платили. С таким успехом не за горами и выступления перед олигархом Коломойским где-нибудь в австрийских Альпах. Вот и получается, что поющее оружие теперь стреляет по своим.